Я четко показываю, что я сторонник четвертой политической теории, которая критична к либерализму, коммунизму и фашизму. Поэтому все три мне никак не подходят. Я всегда устоял за идентичность. Но белая цивилизация привела к расслаблению глобализма, а не черная. А, я понял, 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 да. Ты черный расист. Александр Дугин, он за черную цивилизацию, за Ваканду. Неироничный отдак. За что мы его и не любим. Белая цивилизация навязывается сегодня на боталитарной модели либерализма. Я считаю, что это совпадает с европейским модерном, которого я ненавижу. Я ненавижу модерном, я ненавижу европейский этноцентризм, я ненавижу просвещение. Я считаю, что это была потеря западной цивилизации, белой цивилизации, своих собственных ведра. Она превратилась в антибелую. Это ее изнанка. И эта изнанка сегодня продолжает навязывать всему человечеству, которое состоит от них из белых людей в большинстве своем, свои собственные критерии, но теперь уже будет либерализм. А африканцы являются жертвами. Ну, небелое человечество не особо против. Тут прикол в том, что у небелого человечества оказалось гораздо больше мозгов, чем у белого Дугина, чтобы понять, что вот эти белые институты, которые типа навязываются, они приводят к успеху. Благодаря чему мы видим сегодня огромное количество успешных небелых стран. С чем их мы, в общем-то, искренне поздравляем. У меня есть два тома, даже три тома на магии, посвященные Африке, где я подсчеркиваю, насколько замечательная, глубокая, прекрасная, известная культура, разнообразная культура Африки. Ну, она охуенная, да. Я это комментировал, давайте послушаем. Да-да. Европейская культура говно, африканская культура это хорошо. Мне вот особенно нравится, как они там поедали друг друга. Обычаи, связанные с каннибализмом, они определенно имеют очень глубокие корни, духовные. То есть там духовности было очень много. Потому что человек, который ест печень или почки другого, он как бы его силу приобретает. Кстати, как в комментариях отметили, зря маргинал старается. Дугин уже посмотрел список топ-200 русофобов от Сарграда и больше на стрим не придет. Но если посмотрел, то да. Нет, чувак, у меня представление об Африке из монографии, которые посвящены вопросам. Потому что каннибалы это в основном, ну, Папуа Новая Гвиния скорее. Не суди о себе. В Африке другие прелести были, конечно. Ну да, да. Тота Дэвид Гребер в своей книге «5 тысяч лет истории долго» пишет про целые традиции, целые ритуалы каннибализма в Африке. Охуенный body modification, вот это вот. Чакие такие штуки. Каннибализм был и есть сейчас в Демократической Республике Конго. Вот они кушают. Ну это они выписаны из африканцев. Кушают пигмеев. Но это потому что они пигмеев не считают людьми, они считают, что... В Чаде. В Чаде есть каннибализм. В Западной Африке есть каннибализм. А Царьград там, я так понимаю, составил список ограниченный. То есть изначально они хотели составить список из 100 русофобов. В итоге составили из 200. Но эту цифру они не превышают. По всей видимости не потому что некого больше добавить. Потому что у них такой принцип. Надо заметить, что вообще составляют эти списки русофобов они ежегодно. В 2017 году Совет по правам человека при президенте Российской Федерации даже признавал этот список опасным для общества и нарушающим законодательство Российской Федерации. Но по всей видимости... Да я тоже в этом списке же есть, Алексей Печенежский. По всей видимости, то, что они нарушают законодательство, это все пока что власть не беспокоит. Что типа скушать пигмея, это как скушать гориллу примерно. То есть это редкое животное, если его съесть, то биба стоит будет на старости лет. Да, в европейской культуре же нихуя не было, никакой жести. Да, тут как бы Станкевич еще что-то как-то... Я даже больше скажу, в защиту Дугина, в защиту дичайших антибелых взглядов Дугина. Он же сказал, что проблема белых в том, что они в ходе просвещения, значит, белая культура была замещена антибелой культурой, которую сама породила. Антибелая культура, которая сама же и породила. И это было именно в эпоху просвещения. Почему? Вот опять же, почему эпоха просвещения породила антибелую культуру? И что такого в эпохе просвещения антибелого? И почему нельзя найти в эпохе просвещения чего-то, что было до... А как это понять? Уже было до этого. Теперь я это понял. Историки, культурологи вам скажут, что эпоха просвещения это не что-то появившееся в вакууме. Она опиралась на определенные традиции, на определенную интеллектуальную культуру, которая существовала не одно столетие, и конечно она не могла создать какую-то антибелую культуру, которая была направлена против белых, но это глупости. Тут просто у Дугина и у Маргинала, по всей видимости тоже, у них такое представление, что вот типа либерализм это что-то против белых. То есть вот классический либерализм, который породила эпоху просвещения, который совершенно не похож на то, что сегодня в Соединенных Штатах называют либерализмом, вообще не имеет никакого отношения к этому. При том, что современные оппоненты демократов это как раз и есть классические либералы, такое оппонирование либералов с либералами получается. По всей видимости Марго и Дугин считают, что вот этот либерализм тогда вот и появился, и в нем есть что-то плохое. То есть это что-то деструктивное, глубоко деструктивное, что уничтожает западную цивилизацию. А вот до того, когда западная цивилизация опиралась на старый режим, вот тогда было заебись. Но опять же, проблема-то заключается в том, что ни тот, ни другой, они не находятся в рамках академического мира, не знакомы с монографиями историков по данным вопросам и так далее. А историки вам скажут профессиональные, что произошло при старом мире. Вот так называемый антирежим, который был свергнут в французской революции. А что представлялся бы этот антирежим? Это, в общем-то, доводил нового времени, который, в свою очередь, заменил средневековье. И очень сильно и очень больно ударил по тем порядкам, которые существовали в средневековье. Например, провел цивилизацию. Да, это не либералы проклятые сделали, и даже не социалисты. Нет, это сделали как раз-таки еще в эпоху антирежим до французской революции. Потом очень сильно ударили по цеховой самоорганизации, потому что вот в этих абсолютистских монархиях монархи очень глубоко залезли в контроль над цеховыми уставами и прочее. То есть эти уставы были весьма независимы в средние века. В новое время им и подтерлись, да, вот эти самые монархи. Монархи в эпоху антирежима, они стали очень сильными. Они собрали вокруг себя огромное количество ресурсов, благодаря в том числе тому, что отобрали эти ресурсы у церкви. За счет этих ресурсов смогли позволить себе свою собственную профессиональную бюрократию. Чем, маргинал, если будешь смотреть этот хайлайт, если этот хайлайт будет, обрати на это внимание, запомни. Значит, чем очень сильно ударили по аристократии, которую ты так любишь. То есть удар по аристократии, запомни еще раз, был нанесен в эпоху нового времени, до французской революции, до эпохи просвещения. Каким образом? Я думаю, что ты знаешь, что аристократия, феодальную эпоху, она была достаточно независима. У нее были свои войска, у нее была своя земля. Но в эпоху нового времени, когда сложились абсолютистские государства, что произошло? Аристократы, они последовательно лишались вот этой опоры в виде своей земли, с которой они могли независимо кормиться, независимо от короля кормиться и войска. Там была произведена централизация государств в Англии, во Франции. И, соответственно, постепенно роль аристократии, как некого противовеса монарху, она снижалась. И аристократы постепенно превращались в придворных. Причем их роль стали заменять служилые аристократы. Не родовая аристократия, а служилые аристократии, которые, в общем-то, прообраз современной бюрократии. А те самые аристократы, вот эти традиционные, которые Дугину должны нравиться маргиналу, они как раз-таки в новое время прекратили свое существование как самостоятельная политическая сила. Они превратились в придворных. И все, что они стали уметь, это либо заниматься наукой, либо заниматься оргиями, какой-нибудь еблей в своих дворцах, либо интригами. Чем они, в общем-то, и занимались достаточно долгое время. Но это, конечно же, и рядом не стояло в сравнении с тем, что было в средние века и в раннее новое время. То есть, вот, пожалуйста, ваш антин-режим, если вкратце. Поэтому проклятые либералы, опиравшиеся на наследие просвещения, они скорее даже в каком-то смысле вернулись к истокам. Они вернулись к порядкам средних веков, когда существовали серьезные противовесы власти короля. А либералы придумали конституцию для этих противовесов. В средние века существовала церковь и развитые социальные власти. То есть, на самом деле, если разбираться, то, что произошло в эпоху классического либерализма, это ближе к средним векам и ближе к тому, что должно, по идее, это нравится как раз-таки любителям аристократии, чем новое время, когда аристократия как некая самостоятельная сила была задавлена, была превращена в придворных. Ну, грубо говоря, это знаете, как превратить овчарку в пуделя, или даже хуже в чихуаху, а вот он просто... Или знаете, как на картинках, мемах с волком, да, который видит костер и думает, ну, что со мной случится, если я к нему подбегу, подойду, погреюсь, и потом показываю, там, через 2000 лет, там, какая-нибудь маленькая собачонка лежит. Вот, то же самое произошло с аристократами. Вот, то есть, появился вот антибелый этот антитезис, да, который просто все поглотил в итоге. Какой антибелый антитезис? Что это за антитезис? Что это, блядь? Что это такое? И потом начал распространяться на другие земли. Ну, вот, там, на Африку, Азию и так далее. То есть, там-то позиция не в том, что белые люди какие-то не такие, а черные охуенные. Поверяю, что стоит объявить африканская культура за воде modification. В смысле? Именно в результате просвещения, да. Ну, Дугин так говорит. Я сейчас позицию Дугина пересказываю, которую мы только что, блядь, услышали. Слушайте, а с бородой мне лучше все-таки. Ну, ты говоришь так, как безопасно говорить в России. То есть, если ты скажешь, ты фашист, это будет попадать под статью, поэтому ты бы так... Вот что в высказанных перед этим взглядах выдавало бы в Дугине фашиста, блядь? Опять-таки, очень странная теория. То есть, Дугин только что, значит... Ну, смотря что считать фашизмом, опять же, но если следовать логике Майкла Мана, который написал очень хорошую современную монографию фашиста, то, в общем, Дугин довольно-таки близок к тем румынским товарищам, которые там помещены, да, как фашисты, да? Как он называл это? Пролетарский фашизм. Вот что-то общее у них явно есть. Озвучивал тезисы. Просто вот обыкновенные антифы. То есть, про то, что белые люди окрытили весь мир, короче. То есть, это вот махровейшая антифа и нация ислама, короче. Вместе. Хотя это взаимоисключающая нас. Нет, антифа не говорит о том, что белые люди создали антибелые диалоги в эпоху просвещения. А вот раньше было заебись. Вот. То есть, взгляды, ну, вот, как бы, либо как у Александра Акази-Кортес, либо как у Луиса Фаракана. После этого Дугин закономерно говорит, я не фашист. Ну, в общем, да, не фашист, да. То есть, ну, в России фашистами НСов называют обычно. Я не фашист. Мистан Кеевич сейчас говорит, ну, ты только так говоришь, потому что в России нельзя сказать, что ты фашист. Блядь, окей, хорошо. Нет. Он так говорит, да, я это сказал, что он так говорит, потому что в России нельзя же так открыто признать, тем более придворному казенному философу, что он фашист. Само собой, безусловно. И то, что он оправдывается так, что он не фашист, нет, я не фашист, уже говорит о том, что в его сторону были определенные подозрения в его фашистских взглядах. Но, опять же, что мы подразумеваем, когда мы говорим о фашизме? Мы не подразумеваем национал-социализм. Мы не обязательно можем подразумевать то, что было в Италии. Но то, что было в Румынии, к примеру, мы подразумевать вполне можем. Это мне напоминает, когда активисты Антифы приходили на выступления Бена Шапира и говорили, что его иудаизм это прикрытие для того, чтобы толкать стейки Кукслана и, значит, Дэвида Дюка, блядь. А Дугин состоял в НС-движениях, пишет настоящий провокатор. Это исторический факт. Да даже если так. Что-то традиционалистка рабочей партии Америки. Вот. Шапира еще сегмент был на одном из ранних подкастов, типа, нихуя себе у меня прикрытие. Вот. Традиционализм, непринятие западного всего. Это, кстати говоря, очень близко к румынским фашистам. Очень близко. То есть, как бы 30 с хуев лет ходить в кипе, значит, регулярно в синагогу, короче, ходить. Хуся обрезать и так далее. Нихуя себе прикрытие. Ну, тут буквально такая же ситуация. То есть, Дугин всю жизнь, по сути дела, был антифой обыкновенной. То есть, это вот именно такой интеллектуализованный антифашизм. Проблема заключается в том, что взгляды Дугина, которые направлены против так называемого модернизма, против современного мира и западного либерализма, они наблюдаются, даже большей частью не у современных западных антифашистов, они наблюдаются как раз таки у тех персонажей, которых вы найдете на странице книги Майкла Мана. Особенно, повторюсь, у тех, кто обитал в свое время в Румынии. Ну, не знаю, насколько это антифашизм. Возможно, здесь стоит сделать поправку к тем, кого понимают под антифашистами в Соединенных Штатах и в Европе. Но я не вижу здесь никакого антифашизма со стороны Дугина. Я как раз таки вижу вот все то, что очень мне напоминает описанное Майклом Маном. В МБП он состоял на сна большевизм, ну да. А на сна большевизм это такая типа антифашистская партия же, да. Самая настоящая антифашистская партия. Дугин всегда был последовательным антифашистом, поэтому тусовался с анти... с этими... с на большевиками. Вот. Значит, как бы, ну, с точки зрения которого чел, если приедет из Камеруна в Россию, выучит русский язык, станет православным и, там, поймет русскую культуру, да, он станет русским. Все. Хуяк русский. Не сказал. А, кстати говоря, в африканских культурах, ну, я не знаю, во всех ли, понятное дело, что во всех вряд ли, но гомосексуализм там в плане может быть. Учитывая, что вождю принадлежало все. То есть все женщины племени ему могли принадлежать, да, и вся земля, вот, ну и юноши тоже. Это, конечно, очень духовно. Это гораздо более хорошо и духовно, чем какое-то там европейское посвящение. Еще будет мощная логика. В каком-то африканском племени процветает гомосексуализм. Как это, блядь, связано с тем, о чем идет речь? Я не знаю, по-моему, можно было более... Нет, а ты послушай, переслушай внимательно, что я сказал. Вот, давайте еще раз. Не сказал. Не признаю, что ЛГБТ-плюс или какие-то другие формы, или там Галона Маска, или цифровизация России, или там приносит русские весны, это все открыто. А, кстати говоря, в африканских культурах, ну, я не знаю, во всех ли, понятное дело, что во всех вряд ли, но гомосексуализм там в плане может быть. Учитывая, что вождю принадлежало все. То есть все женщины племени ему могли принадлежать, да, и вся земля, вот, ну и юноши тоже. Это, конечно, очень духовно. Это гораздо более хорошо и духовно, чем какое-то там европейское просвещение отвратительное. Мощная логика? Ну, логика совершенно нормальная. То есть, якобы не принятие гомосексуализма. Нет, в Африке было нормальное совершенно отношение к гомосексуализму. Это не в каком-то племени, а это достаточно широко распространенное явление. Помимо африканского восприятия гомосексуализма, есть же еще восприятие гомосексуализма в других традиционных, так сказать, культурах. Например, в Индии, той же самой, в Китае. К гомосексуализму там относились, ну, довольно-таки лояльно, в общем и целом. Давайте, да, общество память загуглите еще с Дугиным. Вот как раз к тейку маргинала о том, что Дугин всегда был последовательным антифашистом. Что касается общества память, это национал-патриотический фронт память. Это русская, ультраправая, антисемитская, антисионистская монархическая организация. Вот я тут нашел ролик с Дугиным. Дугин и Джемаль в 1988 году. Давайте его откроем, посмотрим, чтобы потом было, не было вопросов. Еще более экстремические позиции униформального объединения память, от имени которого интервью фильму дал член Совета Александр. Можно просто сформулировать основную цель программы вашего общества. Истинная культура, истинная духовность должна происходить из традиций, из наций. И вот мы считаем, что нация... Это антифашист Дугин, напоминаю, по мнению маргинала. Является носителем древних традиционных ценностей. Мы уважаем наших предков и считаем, что они были не глупее нас. И предки наших предков были не глупее нас, а подчас и умнее. Ведь каких героев мы видим в нашем прошлом и кого мы видим вокруг? Каких прекрасные события, какие подвиги, какое величие мы видим в истории и что мы видим сейчас? И как, понимаете, и вот уже это одно, помимо того уважения, чисто человеческое уважение, говорит о том, что ведь наши родители там, ну наш, особый вопрос, наши предки были великими людьми. И они принадлеживались национальных, они принадлежали какой-то нации, принадлежали эти... Да, сюдзо тоже было, да. В Японии тоже гомосексуализм, в общем-то, не особо-то с отвращением как-то его воспринимали, как в христианской культуре. Эти нации принадлежали государству. То есть это была некая духовная единица. И естественно, сейчас эти космополитические доктрины, которые нам усердно навязываются, этот псевдоинтернационализм, не истинный интернационализм, о котором писал Ленин, и который состоит в том, что собственная нация, вначале человек постигает бездонность собственных национальных традиций, а потом уже смыкается и, как бы сказать, выходит на диалог. У нас ведь все это воспринялось вульгарно, через голову, задом наперед. И поэтому наше отношение к нации, мы должны нацию очистить. Мы должны очистить духовно нашу нацию. Политические преступники, которые стояли за процессом вульгарной интернационализации, которые нанесли удар по сердцу нашего народа, по сердцу нашего государства, по нашей традиции, они должны быть привлечены к ответу. Должны и они будут привлечены, потому что такова воля народа. Ну, как вы понимаете, общество память, загуглите просто, что это за организация, чтобы понять, каким Дугин был антифашистом. Обычным антифашистом, как говорит маргинал. В каком-то африканском племени процветает гемосексуализм. Как это, блядь, связано с тем, о чем идет речь? Я не знаю, по-моему, можно было более содержательные и интересные претензии озвучить. Супротив взглядов Дугина. Взгляды-то экзотические достаточно. Дыхтам ЛГБТ+. Я бы сказал, они просто шизовые. Я не являюсь фашистом. Я даже соглашусь, что я козерватор. Знаете, я не являюсь капиталистом. Я не являюсь капиталистом. Скорее вправо. Но, с другой стороны, когда я вижу тех, кто не на виду, которые не слева, я считаю, что я в ближайшем. Как это, правый элемент? Я антикапиталист? Да. Я за традицию? Да. Я за религию? Я глубоко репетит. Я считаю, что религиозный порядок самый лучший, и его надо восстановить. И независимо от того, что его отбросили там несколько веков назад. Я хотим, видимо, мужество вернуться к тем ошибкам, которые мы совершили, пересмотреть и их исправить для трада. Для него ближе ваканда, чем в Европе. Это же понятно. И гомосексуализм. Скорее всего, гомосексуализму посвящено большая часть содержания его тамов. Вообще, это удобно. Создать такую систему шизовых взглядов и потом считать это какой-то экзотикой. Это знаете, как современные художники иногда могут насрать, например, куда-нибудь на стену, сказать, что это картина, в которой они видят что-то очень глубокое, высокодуховное. Православно-византийских, в Индии индийских, в Питале китайских. Да, в России православно-византийских, не русских, а именно православно-византийских. Русских родится нет. В Латинской Америке. Станкевич, ты, по-моему, не туда воюешь. Это мой тейк, Вась. Вась, 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 Вась. Это мой тейк, блядь. В Латинской Америке, в Европе европейских, то есть, нету никакой единой... Не понял тему по поводу войны. При всем уважении к доколониальной Африке, спрашивает Владимир Бабушкин, на что у нее за традиции? Традиции в массе своей деспотизма без малейшего признака индивидуализма? На самом деле, там список охуенных, в кавычках, традиций можно проводить очень долго. Я рекомендую почитать монографию Дэвида Гребера «Долг. 5000 лет в 100». У нее там отдельно есть часть книги, которая посвящена некоторым интересным африканским традициям. Очень занятное, чтиво, на самом деле. Ну, то бишь, чувак, просто скажи, что ты мультикультуралист. Мультикультурализм, он прямо вот про то, что ты говоришь. Нет, неправда. Мультикультурализм... Ну, давай, ради. ...подразумевает, что в одном обществе люди разных культур сосуществуют. И таким образом, ну, с точки зрения критиков мультикультурализма как раз, размываются вот эти границы. Нет, не только это он подразумевает. Мультикультурализм также подразумевает, что все культуры равны. Мультикультурализм не допускает мысли, что какая-то культура лучше, выше. Между этими самыми культурами, вот они в одном обществе, просто, конечно, мы получаем потребителя, которые смотрят на христианство, буддизм, там, не знаю, индуизм, иудаизм, вику, как, значит, посетитель, как посетитель сабвея смотрит на разные, значит, начинки, типа, там, лечена какая-то, блядь, там, листья салата и так далее. Нет, мультикультуризм это вот именно что идея, что все культуры равны, а следовательно, то, что, например, в Европе будет существовать несколько разных культур, например, исламская, она, в общем, должна пользоваться всеми теми же правами и свободами, что и доминирующая основная традиционная культура этой самой страны. Ну, вот, соответственно, я либо эклектично наберу себе что-нибудь, либо выберу готовое комбо. И так люди... Кстати, Древний Рим, Древний Рим языческий, он был очень мультикультурным городом. Вот рассматривают традиции, вот так мультикультурализм приводит к этому, а Дуген или, например, Олен де Бенуа, они скорее этноплюралисты, то есть они вот больше по части separate but equal, то есть отдельно, но равны. То есть только не в плане, знаешь, сегрегации, да, по американской модели, а в плане глобальном, то есть вот земной шар поделить на цивилизационные, значит, вот эти зоны. Ну, здесь один логический шаг до полноценного мультикультурализма. Если они все равны, соответственно, все эти культуры, в общем-то, одинаково ценны, значит, мы ставим под сомнение все достижения, все блага западной цивилизации. А поскольку в современном мире уже нету никаких, в современном мире невозможно просто взять и сделать так, как сейчас Маргинал рассказывает, просто взять и отделить всех, каждого по отдельности. Ну, в частности, те же США. Ну, нельзя там уже разделить африканцев, латиносов, американцев, англосаксов и так далее. Это уже невозможно. То получается, что культура, которая является наиболее прогрессивной, то есть белая культура, западноевропейская, то она будет в рамках такого мультикультурализма, она будет ущемляться. Вот, и у этих цивилизационных зон будут фундаментально разные, соответственно, нравственные какие-то принципы. Ну, для Дугина там и метафизика будет разная. То есть вот в какой-то цивилизации там, значит, все из воды состоит, а в какой-то там, не знаю, из песка, да, для какой-то космоса существует. А, охуенно, это как в «Аватаре» легенда об Анге. Будет ли какой-то, нет. Вот, то есть у Дугина оно дальше немного идет. Но да, это не мультикультурализм совсем. ...человек или человеческий сервис, и каждая культура сама... ...модерн, с моей точки зрения, это делить. ...модерн со своим разумом, это без нового, это неверно. А модерн, этот самый, маргинал уже в курсе, что теперь остров Змеи на находится под контролем Украины. Это означает, что вершить историю теперь предстоит ей, потому что Дугин говорил, что тот, кто контролирует Змеи на, тот вершит историю. Как он это прокомментирует? ...модерн основан на нарушении... ...причем он ссылался на какого-то румынского автора. ...формального функционера интеллекта, я ему посвящаю сейчас очень много лекций. Критики, рациональности, модернах. ...проклятые европейцы, как они смели, как они смели нарушить древние традиции каннибализма в Попановой Гвинеи? Вот просто, меня просто аж трясет, это настолько бездуховно, проклятое просвещение, это все вся их демократия, парламентаризм, какие-то права человека... ...новое Гвинеи не в Африке. ...вот люди ели людей, стали... Ну и что? При чем здесь это? Мы говорим, я в курсе, чувак, что где находится Новая Гвинея, но мы-то говорим в целом. Что противопоставляется европейской культуре, европейской цивилизации? Можешь взять и Попуа, и Новая Гвинея, все что угодно. ...толетиями, тысячелетиями, все было нормально, пришли европейцы, все стали... Дугин прокомментировал это тем, что бесы взяли вверх, но еще не конец. А он уже отдал комментарий? Я думаю, просто замолчит этот вопрос стыдливо. А лучше бы помолчал, да? Так, вспомним старый добрый сериал «Осторожно, модерн», очевидно, сценаристом был Дугин. На Мир Чилиада... Нет, он не ссылался на Мир Чилиада, на кого-то другого. Членом ЛГБТ-партии какой-нибудь. Так, а что, не стали, что ли? То есть, я не понимаю, с Попуа о Новой Гвинеи, да, прекратился каннибализм, допустим. К сожалению, не прекратился. Ну, а что там, консервативные ценности появились, какие-то охуенные европейские, высокие все начали... Ну, они не могли появиться, учитывая, что там вестернизация так еще не произошла. Что? Что? Появиться за такое маленькое количество времени невозможно. Не правда, мультикультура не говорит о равенстве. О равенстве говорит западная интерпретация, космополизм. Тут, конечно, все равно. Еще раз, нету в мультикультурализме равности, она в европейскости 20 века. Еще одна интерпретация. Теперь, оказывается, вся проблема в европейскости и в космополизме. Ох, жалко, что вы с маргиналом в 19 веке не живете. Попали бы вы туда в 19 столетие, посмотрели бы мир под управлением всей Европы. Бондоберка, читаясь как бы, да не хуя подобного. Красный показал. Очень много других авторов феноменологии, структураизм показали, даже после модернастов этой мысли показали, насколько иррациональными являются предпосылки западного рационализма. Западное мышление эпоха модерна, на мой взгляд, подвижит деконструкции, ликвидации, если угодно. Канцел модерн. То есть я предлагаю канцел модерн. Да, ну и что, тогда будет пакс христиана, который тебе тоже не нравится. Христиане же захватывали другие народы, там, значит, христианство распространяли, они не признавали, что... А откуда взято то, что Дугину не нравился пакс христиан? Значит, каждый дрочит, как он хочет. Нет, такого не было. Это логический вывод. То есть, если эпоха просвещения, это плохо, если именно в эпоху просвещения белые создали антибелую культуру, то, соответственно, что-то было до эпохи просвещения, что было хорошим. Что было до эпохи просвещения, ну, я думаю, что ты догадаешься. Не было. То есть, смотри, колонизация была до модерна. А ты удаляешь модерн, у нас появляется, там, не знаю, получается, в остатке у нас получается что? У нас получается раннее новое время и средние века. Это лентальная болезнь. Да, это буквально идеальное общество, как бы, ну, для Дугина, в чем проблема. В конце 15-го столетия европейцы начинают великие географические открытия. В 16-м столетии, на протяжении всего 16-го столетия, они еще больше расширяются. На протяжении 17-го столетия, тем более. То есть, постепенно народы, которые такие традиционные, да, которые, типа, должны были быть, развиваться отдельно от Европы, они начинают подпадать под власть Европы и начинать европеизироваться. И это происходит все задолго до эпохи просвещения, чувак. Вот в этом мой тейк и заключается. То есть, то, что вы с Дугином приписываете в эпоху просвещения, приписываете, да, это произошло, многое из этого произошло задолго до нее. То есть, европейцы уже начали колонизацию Африки по береговой линии и уже активно колонизировали Америку. И Индию, кстати, и Индию, кстати говоря. Ну, задача не откатить время буквально вспять, да, то есть, вот к тому моменту истории, когда европейцы начали, только-только начали колонизацию. Так, а какая задача-то? Какой момент мы берем как самый лучший, как самый идеальный? Значит, Африка, и пусть главное, чтобы не заканчивают, вот пусть только-только начнут, и все. Да, речку как бы откатить вот к тому обществу, где, соответственно, все люди безоговорочно верят в бессмертную душу, в, значит, воздаяние после смерти, значит, принимают Иисуса Христа как своего спасителя и так далее. То есть, и чтобы была церковь, православная, правда, церковь. При этом, ну, то есть, как бы, православная церковь, это, соответственно... В 16, 17, 18 столетии подавляющее большинство людей именно такими и были, да. Да и в 19 веке тоже абсолютное большинство населения же верили в Иисуса Христа, принимали его своим спасителем и так далее. Но Дугину же это не нравится. Дугин называет это антибелой культурой. Вот для русских, а для западной, например, Европы католической. Ну, да, буквально, вот, как бы, Дугин примерно за это выступает. Я не понимаю, откуда сейчас была высрана позиция, что Дугину не понравилось бы пак с христианом. Тут у него пишут, был бы Станкевич из прошарения и критиковал бы Дугина за традиционализм и то, что это, по сути, модернистская идея. Ох, чувак, ты бы знал бы, сколько я уже смотрел этих роликов Дугина, сколько я уже про это всего сказал. Естественно, это не единственный ролик, где я, в принципе, сталкиваюсь со всей этой херней. Он позиционирует. Ну, да, абсолютно верно подвечено, что традиционализм — это идея модернистская. У тебя, как христианин. Юго-Восточную Азию. ...политический, культурный, классический модерн представляет собой заложение. И задача не подвига свежим, а задача — проспаковать эту ошибку. Вот это очень важно понять и алгоритм модерна, и его, как бы сказать, вжжут туда, куда он уйдет. Ну, с этим товарищем-то понятно всё. Да, не очень тебе понятно. Там, как бы, нормально можно было бы покритиковать. Нет, чувак, я не читал Ноумахию, если что. Я не настолько углублялся в идею Дугина. Поэтому да, я то, что критикую на стримах, это то, что я слышу непосредственно в роликах, которые мне заказывают. Я не читал Дугина и даже не собираюсь читать, потому что мне это просто неинтересно. Я лучше потрачу время, чтобы почитать нормальные научные монографии по тем вопросам, которые мне интересны. Я не считаю, что Дугин достоин моего внимания. Поэтому да, я не утверждаю, что я разбираюсь в дугинизме и считаю, что это даже очень хорошо. То есть, слава богу, что я не разбираюсь, потому что если бы я разбирался в дугинизме, ну, на мой взгляд, да, исходя из моих ценностей, это свидетельство бы о том, что со мной что-то не так. Критиковать, там есть что критиковать. Критиковать содержательно при этом, но тут просто как бы все мимо абсолютно. То есть, под конец у Станкевича Дугина он в Варга Викернеса превращается, который против Макс Христиана. Лен, один доллар. То, как ты оправдываешь Дугина, напоминает, как ты оправдывал профессора Савельева. Ты не думал, что Дугин просто обычный фрик, только распиаренный? И что ты опять попался на удочку, как это было с коммунизмом и Савельевым? Понимаю, что этого ты не признаешь. Признан часто. А он еще Савельева пиарил? Да. Ошибаешься, бьет по самооценке. Нет, я как бы ошибки спокойно очень признаю. Вот. Значит, и даже специально о них напоминаю регулярно. Так что это совершенно несправедливая критика с твоей стороны. А в плане Дугина, ну просто... Ну, спорный вопрос, спорный. Как бы поскольку у Дугина много про философию, есть всякого контента, я могу... То есть, у меня компетенции хватает, чтобы оценить, вот о чем он там говорит. Савельев — это, ну, как бы ученый, который мозгом занимается. То есть, человек, который занимается мозгом, может мне сказать любую хуйню, и я никак вообще не смогу это проверить. То есть, вот от слова совсем. Причем с Савельевым были еще и обратные ситуации, когда, ну, типа, я как бы говорю, Савельев — фрик, и выкидываю нахуй все подряд, а потом оказывается, что вымероназальный орган, оказывается, действительно существует. Я был уверен, что он его выдумал, блядь. Так что, ну, такое. Ну и, кстати, Савельев — фрик — это резкое, с моей стороны, высказывание, просто для того, чтобы людям сразу стало понятно, что я защищать особо Савельева больше не буду. Я не имею в виду, что Савельев — это чел на одном уровне с Фурсовым. То есть, как бы, да, или там, Чудиново. Вот, это все-таки ученый, просто он пиздит много. Как бы, вот, собственно, и все. Так, окей. Ну, этот хайлайт, кстати, скучнее, чем тот, который мы смотрели на прошлом стриме. Продолжение следует...